Девушки отдыхают Это еще и современный прообраз социальных изменений, как они происходят в реальном, на самом деле, обществе. Вот так вот Жанни Радари глубоко копнул свою грядку со слезоточивым Чиполло и его, в общем-то, луковым совсем семейством. Книжка вызывала у тебя аппетит перед едой? Не знаю. Или желание вырастить что-нибудь такое же аппетитное на своем участке? Ну, поскольку я дачи до сих пор не заимел, наверное, все-таки книжка не вызывала у меня желание что-нибудь вырастить своими руками. Но определенное уважение к выращиваемым мы овощам и фруктам, конечно, безусловно, вызывало, насколько они могут самостоятельно действовать в рамках предложенных обстоятельств, которые создал для них итальянский писатель. Ох, а сколько рамок для их деятельности создает сегодня закон, а вот та самая дачная амнистия, которая была продлена еще на два года, породила немало новых вопросов. А что же делать с дачной собственностью, с домиками, с участками межевания, кадастровой инженеры, поставка на учет, налоги? Какие страшные слова, которые, однако же, сейчас роятся в умах тех, кто готов открыть дачный сезон. В общем, сегодня мы сделали передачу для тех, у кого есть свой собственный земельный надел, городской, там, дача или просто что-то где-нибудь в деревне. Так что смотрите, мы будем разбираться, что делать с правами на собственность и вообще, что делать с этой землей. Тем более, в преддверии, надеемся, наступающей весны мы с Натальей Рогалей и Владимиром Мотовкиным начинаем эту передачу. Поехали. Вообще, в городе, согласно статистическим данным, которые я очень люблю приводить, проживает, ну вот, немногим мы не дотягиваем до 300 тысяч дачников. Пусть эта цифра будет, ну так, прилично за 200 туда, к 300, но, в общем, понимаете, что сегодня... Третье Томска. Это немало. Людей, которые любят выехать или не любят, но вынуждены выезжать, как это я делала определенный период своей жизни, я уже постарше, меня уже тянется туда теперь. В общем, надеюсь, вам сегодня будет интересно. Да, именно. У нас работает телефон прямого эфира, если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните, но посредством нашего телефонного голосования, которое тоже будет длиться весь наш эфир, вы, пожалуйста, высказывайте свое отношение к дачам, зачем она сегодня современному человеку вот в наше время. Это возможность выехать и отдохнуть, поэтому варианты отдых есть. Это возможность, ну, пополнить свои запасы продуктовые, может быть, что-то продать немножко, заработать, это тоже вариант. И дача сегодня это абуза, потому что она обязывается за нее платить, содержать все-таки, до нее надо доехать, это время силы. В общем, эти огурцы того не стоят. Это третий вариант, звонить в оникие бесплатные. Ну, на самом деле вопрос этот правомерный, потому что вот то, что мы предложили, оно может сочетаться. Дача может быть и абузой, и способом создать себе заготовки. Ну, это труд всегда, конечно. Просто так, знаешь, не вырастешь ничего. Без труда не вытащишь и репку из грядки. Конечно, так ее туда еще надо засадить, а погода в этом году, конечно, мешает нам уже выехать на участки. Вот в этом году затяжная такая весна, прохладная. И пока мы еще не очень готовы. Мы, потому что я тоже дачница. Вот из присутствующих сегодня за этим столом я пока одна дачница начинающая. Ну, уж не начинающая, чего уж. Ну, малоопытная, но тем не менее. Что еще хотели бы сказать. Я вот счастливая обладательница машины, поэтому я на дачу езжу на своем транспорте, а вот часть людей на городском транспорте туда добирается. И поэтому мы еще раз напомним вам о графике движения автобусов, который был не так давно нашей мэрией обнародован. С 29 апреля начнут ходить дачные маршруты. Пока до 20 мая они будут курсировать три раза в неделю по рабочим дням. И выходные, и нерабочие дни тоже в полном объеме. А вот с 21 мая по 2 сентября уже будут работать четыре раза в неделю по будням дням. Ну, и выходные, как положено, всем массивом будут выходить на свои маршруты. Ну, а с 3 сентября по 1 октября также в режиме более усеченном три раза в неделю по будням. И в праздничные и нерабочие дни до последней морковки на грядке они будут работать. Поэтому, пожалуйста, успевайте. И в следующее воскресенье с ведрами, с тяпками на даче. Да, что последнее снимают с грядок? Да кто, кого что, наверное. Я узнаю, у нас в наших северных широтах люди умудряются и виноград растить, и арбузы. Слушай, я не знаю. Ну, вот подсказывают капусту, а что же мы на даче? Что же мы на даче в последнюю очередь-то? Я вот не знаю даже. Последнее на даче снимают шашлыки, когда уже первая измрась выступает на грядках. Ничего ты про дачу не знаешь. Ничего не знаю. Я знаю, что первое, потому что долгожданное, потому что стремлюсь это видеть. Как, конечно, все люди, которые на даче что-то делают, они хотят увидеть первые результаты своих плодов. А чтобы они появились, мало того, что нужно что-то сделать, так это сделать нужно еще с умом. А ведь бывает так, что на ум опыт надо накопить, а для этого нужно время. Вот с какими ошибками сталкиваются нынешние дачники, узнала наш корреспондент Анастасия Водокимова. Поэтому давайте ее на пустственное слово в преддверии дачного сезона послушаем. Мелочей в растеневодстве нет. Даже маленькая ошибка может оставить вас без урожая. Как же все-таки выбрать правильный грунт, удобрения? И как вырастить на своем огороде сочные помидоры, а не хищную венелиную холовку, и по которой даже в огород будет зайти страшно? Ошибки в осаду-довогороде дело нередкое. Высадка, полив, прополка. Пойди разберись, как это все правильно делать. Оттого и руки по осени у многих опускаются. Столько сил потрачено, а все впустую. Но опытные дачники по себе знают. Обильный урожай, как и любовь к огороду, приходит со временем. Это же прямо душа какая. Не столько садить, сколько вот пришел и уже забыл про все болячки. Уже забыл, что спина болела. Вечером только вспомнишь, боже мой, у меня же спина болела. Уже все попеределал. Это же душа. Сюда бежишь, когда если пешком. Так чем ближе к даче, тем быстрее шаг. Одна из основных ошибок начинающих садоводов – неверное использование удобрений. А без них земля со временем оскудеет и богатого урожая не даст. Подкармливать грядки бывалые агрономы советуют в теплые дни. В холодную погоду питательные вещества плохо поступают в корни. И такая подкормка будет бесполезной тратой средств и времени. А еще к каждому растению нужен свой подход. Так крепчатый лук хорошо усваивает аммиачный азот. И потому агрономы поливают его раствором нашатырного спирта. Это стимулирует рост лука и защищает от вредителей. При этом минеральные удобрения не должны попадать на листья. Это приведет к их ожогу. А химические удобрения, хоть и дают отличный прирост урожая, но полезными обработанные ими помидоры точно не назовешь. Навозом как-то я не очень люблю. Потому что он засорный такой бывает. Бывает больной что-то занести. Вот сейчас только этих всяких инфекций или как бы называется. Я вот в последние годы стала сидератами удобрять. Вот убрала культуру, засеяла. Сидеральные растения – это природные удобрения, бобовые или злаковые культуры. Их пышную и быстро нарастающую зелень матерые садоводы срезают и заделывают в землю. Так они обогащают почву азотом и органическими веществами, улучшая свойства и структуру грунта. Как говорят опытные аграрии, земля никогда не должна пустовать. Поэтому высаживать сидераты рекомендуют не только вместе с культурными растениями, но и после их уборки. Но пока основные посадки дачников располагаются на подоконниках. Там колосится рассада цветов и овощей. В прошлом году в эти дни дачники уже вовсю намечали и вскапывали первые грядки. Сегодня погода такой возможности не дает. Но омских дачников это не испугает. Ой, да все успеем. Ой, делов-то мы же как тут паханем, так нам найти дачника. У нас уже кипит все. У нас энергия. Я бы еще сейчас к огород перелопатила бы весь. Ну, мы надеемся, что все дачники придерживаются такого же боевого настроя. От всей души желаю, чтобы начало дачного сезона было и радостным, и веселым. В общем, действительно, все бы успели. Ну, а пока еще дачные маршруты не начали работу, пока мы еще сидим дома, как раз самое время разобраться со всеми бумагами и понять, что же все-таки нужно сделать, чтобы этот участок был вашим. По закону никаких вопросов ни у каких служб не возникало. А чтобы ответить на эти вопросы, нам нужен самый компетентный гость. Поэтому мы будем с удовольствием ждать его в этой студии через несколько секунд. В этом году, когда Виктора Ивановича выбрали председателем садоводческого товарищества «Кварц-4». Трижды переизбирался в председателе Омского областного союза садоводов. В подчиненных, личным примером, воспитывает дисциплину и ответственность. Добрый вечер. Рад приветствовать в нашей студии. Ну, давайте про дачную вместе начнем, да? Давайте. Это выражение уже много лет на слуху и вот снова продлили до 2020 года. Я понимаю, когда люди оформляют свои участки и приватизируют их в собственность. Но в последнее время вот у нас в семье вопрос. У нас есть дачи, собственно говоря, и они тоже в собственности. Но что такое кадастровый план? На моем участке, по-моему, не было кадастровых инженеров. На моем участке стоит домик, на котором у меня тоже нет никаких документов. Вот это все надо делать. Вы знаете, здесь то, что нужно делать, приводить в соответствие с законом документы, я соглашусь. Но вот этот вопрос можно разделить на несколько таких подвопросов. Потому что некоторые у нас садоводы, а достаточно есть взрослые садоводы, которые еще немножко путаются. Когда в 92-х годах выдавали свидетельство на право собственности, но там было указано временное, то в настоящее время все думают, что его нужно менять или еще что-то делать. Но, как в народе говорят, что временно, то все постоянное. Поэтому приватизация – это документ, являющий свидетельство на право собственности. Я надеюсь, каждому садоводу, пользуясь случаем, нужно посмотреть, что у него есть. Если есть какие-то сомнения, наверное, будет практичнее и полезнее обратиться в Умский областной союз. И мы дадим разъяснение в полном объеме. То, что, казалось, вы назвали кадастровый паспорт. Ну, кадастровый паспорт каждый садовод имеет право получить в кадастровой палате Умской области. А они там есть, эти данные, по моему участку, к примеру? Они есть, документы есть, вам нужно обратиться, написать заявление. Не помню, сколько там нужно, не нужно оплачивать. Вы вначале говорили, что удовольствие иметь дачу – это дорогой. Стоит денег, да. Поэтому, естественно, какую-то НСМУ вам придется оплатить. А этот паспорт нужен на руках? Вы знаете, садоводу он нужен, наверное, при сделках. Это дарение, это купли-продажа. Ну, это понятно исключительно. А так морковку растить ничего не нужно, да? На данный момент, конечно, в принципе, не нужно. А если я хочу что-то на участке построить? Дом какой-то, пристройку, дачу и еще домик какой-то? Вот знаете, да, вот в этом году тоже началась немножко Путинца, и среди умских садоводов ажиотаж пошел. Вот срочно нас заставляют что-то делать, приводить в соответствие с законом. Я соглашусь, с законом нужно приводить строение, регистрировать. Но здесь нужно понимать на данный момент, для чего и стоит ли. Потому что, я вот уже повторяюсь, садоводы достаточно взрослые, и когда-то придется передавать или продавать эту дачу. И не у всех садоводов стоят добротные дома. Начнем с этого. И, возможно, кто будет покупать, уже посмотрит и скажет, мне его легче, может быть, убрать и поставить новый. И здесь возникнет, ну, знаете, двойное такое. Один убирает, другой ставит, и опять документы в соответствие приводить. Поэтому на садовом участке, если сейчас мы начинаем документ, право собственности на землю у вас имеется, идем теперь к домику. Если домик на садовом участке имеется, нужно посмотреть, какого он размера. До 50 квадратов, если свыше, на фундаменте или нет. Поэтому здесь садовод должен определиться, будет он делать, ставить на регистрацию или нет. Если решился, поэтому нужно обращаться, наверное, в БТИ, как у нас было принято, вызывать специалистов, которые будут делать замеры, обследования. И потом уже сдавать документы на регистрацию. Ну, словно говоря, насколько это капитальная постройка, надо решить, насколько она долго будет жить на этом дачном участке. Да, потому что, ну, вы знаете, нашим дачам массовое, некоторым уже 50-60 лет, вот массовые были приобретения земельных участков, это 92-й год. Ну, тогда строили не такие уж большие дома. Поэтому здесь надо вот с этим определиться, как оно будет дальше. То есть, если, в принципе, документов на этот домик нет, ничего не страшного, пусть стоит. И никто не придет и не скажет, где. Нет, здесь есть одно но. Вы, наверное, уже слышали, и наши, я надеюсь, зрители знают об этом, что уже в Российской Федерации, на Украине Федерации, есть пилотные территории, где уже будут делать обследования. Это, я слышал, в Севастополе, Подмосковье, ну, там, где у нас дачи считаются крупногабаритными, оттуда все идет. У нас, как говорят, ноу-хау, все из Подмосковья. Поэтому к нам оно придет где-то к 21-му году. Поэтому здесь нужно понимать, что мы должны тоже приводить все в соответствие, но подходить как-то более избирательно. Да, я мог сказать так сухо, что закон мы обязаны выполнять, но здесь нужно все-таки по-житейски как-то учить. Вот мне нравится ваш подход, то есть дух закона и буквы закона, вы это все разводите, и это очень грамотно и правильно. Ну, а с другой стороны, мы не расколаживаем сейчас людей, которые... Нет, вы знаете, я хочу снять такое напряжение. Вот в прошлом году, у нас тоже в начале дачного сезона, вы, наверное, помните, может быть, сталкивались, что все садоводы были обеспокоены, приходили к нам и обращались в студии, в редакции различные. Вот нужно межевать участки. Надо срочно, когда строят план, межевое дело, но это все нагнетали. Вот, может быть, это такая нехорошая реклама в адрес кадастовых инженеров. Сейчас такая же тема происходит с быстрым регистрацией недвижимости на садовом участке. Мы не говорим, что делать не надо, делать нужно. Ну, прежде чем что-то делать, ну, как говорят, один раз или десять раз отмерь, один отрежь. Поэтому нужно подумать. Тут еще один момент выступает. Допустим, нас смотрят люди, которые не имеют дачного участка, но хотят приобрести. Какие документы они должны получить на руки после того, как заключают сделку купли-продажи? Что они должны требовать от бывшего владельца участка? Могут ли они у него потребовать проведение вот тех самых мероприятий, о которых мы сейчас говорили? Или можно землю просто приобрести? Или без этого уже не продадут и не оформят сделку? Или уже просто сделка не оформится? И вот до начала этого года, вот без межевания, все дружно говорили, что сделки не будут оформлять. Мы еще раз убедились в Росреестре на сегодняшний день, если люди оформляют сделки, то межевой план пока не нужен. Возможно, это что продлили амнистию до 2020 года, здесь такого нет. Но когда встречаются продавец и покупатель, естественно, нужно понимать, что пакет документов у продавца должен быть в полном объеме, чтобы они, прежде всего, не обманули друг друга. Ну, это так принято у нас. Сделка, свидетельство на право собственности обязательно, кадастровый паспорт обязательно, документ, что принадлежит ему человеку, личный паспорт. Ну, а уже покупатель должен иметь СНИЛС и гражданский паспорт Российской Федерации. Заключается договор. А на дом документы? На дом здесь, знаете как, вот некоторые покупатели, вот то, что я ранее говорил, если он планирует там что-то строить. А если он хороший? Если он хороший, здесь два варианта. Или покупатель будет согласен взять на себя эти затраты, купить пока без строения. Но, как правило, всегда мы говорим, что если дом стоит, это, будем говорить, стройматериал в каком-то виде на садовом участке. Если он, конечно, не согласен, то практически сделки не получатся, пока продавец не приведет в соответствии. Поэтому вот здесь только будет заминка в этой части. То есть, поспедило, это добровольная договоренность продавца и покупателя. Конечно, конечно, будем реально говорить, что только вот здесь ложится. Скажите, вот я поняла про состояние домика, а про площадь домика. Вот постройки любой ли площади нужно регистрировать как строение? Мы возвращаемся, наверное, уже теперь к третьему вопросу, вот ранее вам было задано. Но здесь площадь всех волнует в дальнейшем, какой налог с нас, с имуществом будет брать. Да, 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 да. Ну, как говорят сейчас, что до 50 квадратов домик, он, естественно, облагаться налогом не будет. Свыше 50 квадратов, естественно, налог будет оплачиваться. Какой, в какой пропорции. Ну, я думаю, налоговая инспекция здесь более детальная будет рассказывать уже нашим гражданам. А квадратуры будут подсчитывать те самые комиссии, о которых вы говорили, да? И здесь еще что есть одно, вот почему пилотные территории уже в Российской Федерации обозначены, а про Умскую область, вот я читал, с 21-го года, чтобы люди добровольно привели в соответствие законодательствам, сами решение приняли прийти, зарегистрировать, сами своими, как говорят, руками замерить вместе с инженерами и поставить на учет. В дальнейшем, естественно, если человек это не произведет, то это уже будут, вы знаете, беспилотники, естественно, все снимается, независимо, что там под крышей. Крыша может быть сверху большой площади, красивой, а на самом деле, может быть, там стоит какой-то хоз. Поэтому вот здесь тоже люди должны быть готовы, ну, вот то, что вы говорите, расслабляться, наверное. Ну, знаете, обратный вариант, очень многие дачные домики, они такие двухэтажные, по сути дела, первый этаж, а второй, как бы, это скрытая крыша, эта площадь тоже должна быть учитана и учитываться? Она должна быть учитывая, учитываться, ну, возможно, смотреть еще, это капитальное, потому что многие вот в свое время, мы уже повторяемся там ранее, в 90-е годы, ну, это были такие деревянные сооружения, там, без утеплителя, без всего. Поэтому вот здесь, наверное, какое-то должно быть уточнение, вот даже я немножко иногда сомневаюсь, какой будет все-таки расчет? Потому что вот были веяния, говорят, вот фундамент, ну, как можно, особенно в Сибири, где у нас и поводок, и воды и прочее, без фундамента? Он должен быть, и они имеются. Ну, а площадь? Ну, вот, знаете, немножко обидно, что федеральные законы не могут распространяться точечно на различные регионы. Потому что веяние пошло с запада, Ставропольский край, там, Краснодар, Подмосковье, ну, там зима немножко такая щадящаяся. У нас в Сибири, ну, какой для нас, если мы зимой туда практически не приезжаем, сейчас хотя прописку разрешили, но там пребывать без хорошего теплого дома мы бы с вами не сможем. Ну, да, либо там действительно капитальный дом, который уже как дом, либо это временка, который используется во время, в теплое время года. Ранее были дачи, нарезались это временно, пребывание на садовых участках. И все нормы были, и распределение киловатт-часа были, там один киловатт на один домик. Ну, а в связи сейчас с такими уже возможностями садоводов, ну, сложно. Как дачники относятся к возможной вот этой вот переформатировке по уплате налоги земельного? Сейчас же ведь готовятся такие изменения, что когда островая стоимость земли будет отметена в сторону, и будет учитываться реальная рыночная стоимость. Дачники, насколько, на ваш взгляд, к этому готовы? Насколько это справедливо? Да, вы знаете, ну, с этим вопросом даже на уровне федерации Владимир Владимирович Путин об этом говорил. Но мы должны понимать, что с 17-го года у нас садоводы пенсионеры освобождены. Это хорошо. Это уже такой успех. Ну, а остальное, кадастровая оценка проходит раз в три года, но если сейчас они приведут соответствие о том, чем говорится на уровне федерации, ну, мы только за. Почему? Ведь это увеличит налог, по сути дела. Вы знаете, здесь был период, наверное, лет 10 назад, чтобы не ошибиться, садоводы говорили, вот у нас кадастровая оценка земли завышенная, много налогов оплачиваем всего. Нам, правительство Российской Федерации, пошли навстречу, снизили. Наши садоводы опять начали говорить, вот при продаже наши земли стали дешевые, что потом делать? Поэтому вот здесь, знаете, очень сложно... Нет, но землю-то я могу продать за ту цену, которую я назначил, а налоги буду платить по той, исходя из той стоимости, которую назначило государство. И тут две большие разницы, как говорят. Ну, я думаю, государство в беде себя, ой, ну, в такой ситуации не останется. И государство не останется. Ни в какой ситуации. Не хорошо государство, мы его любим, ценим. Но все-таки наших садоводов обижать государство не имеет права. Давайте послушаем, до нас телезритель дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и свой вопрос задавайте. Добрый вечер, меня зовут Марина Ивановна. У меня вопрос такой. Я в 2008 году купила дачный участок за деньги. Ну, как сказать, я не могу сказать, что у собственника. Вот, купила и, ну, все оформили мы через председателя. Я заплатила деньги, мне выписали садоводческую членскую книжку. Вот, 10 лет мы пользуемся практически на этой даче, все платим, все нормально. И в этом году, ой, вернее, в прошлом году мы решили приватизировать эту дачу. Собрали все документы, все председатель нам, все оформила, то, что должен председатель нам выдать документы. Когда мы поехали оформлять в муниципалитет, нам не дают справку. И нам, значит, объяснили, что у нас такая ситуация, что мы этот участок должны у них выкупать. У муниципалитета? Вам знакома эта история? Вы понимаете, о чем идет? Вы знаете, вот эта история очень знакомая. Спасибо, прежде всего, за вопрос. И места имеет быть этим вопросом и очень много. Потому что в свое время, когда вот эти, будем говорить, сделки проходят, люди немножко, ну, или от незнания, или, может быть, то, что они пытаются проконсультироваться. Бывают и накладки, потому что вот здесь одна ситуация, что муниципалитет говорит, что выкупать нужно. Потому что, скорее всего, были у нас случаи, если участок не востребован в Садовом товариществе, правление Садового товарищества передавали фонд перераспределения района, когда еще были земельные комитеты. Бывают случаи вот такого же характера, когда просто человек один владеет земельным участком, свидетельство на право собственности, он является налогоплательщиком земельным, они просто берут Садово книжки переписывают, денежки отдают, а потом, когда человек через некоторое время, а здесь вы слышали, что 10 лет назад все это произошло, люди сталкиваются с такой проблемой. Поэтому я, наверное, все-таки вот под заданным вопросом, здесь как-то надо реагировать точечно, я приглашаю в Омский областной союз садоводов, к юристам, нужно прийти с документами, чтобы мы все-таки более детально рассмотрели. Когда к вам прийти можно? Есть какие-то вопросы? В любое время, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 16.30 без обеда. На партизанское? К-12, кабинет 23. Потому что здесь нужно смотреть очень много таких вопросов, земельных особенно, в Омском районе, потому что нужно поднимать эти документы. А я правильно понимаю, что к вам можно практически по любым вопросам, касающимся дачных каких-то... Да, по любым вопросам, то, что касается компетенции нашей, то, что касается данного существования 66-го закона, пожалуйста, люди могут приходить. И для этого мы и существуем, чтобы как-то оказать там поддержку, понимание. Не все вопросы, конечно, будем откровенно говорить, они решимы. Потому что есть срок давности, изменились. Вот даже сейчас человек пришел, им говорят выкупать. А у нас есть ряд садовых торжеств, особенно в черте города. Вот, например, немецкий поселок, там, светлый. Законы меняются, требования меняются. Вот есть ландшафтная зона, у нас появились с 16-го года. Но человек не успел, сосед успел приватизировать. Теперь уже, пардон, нет возможности у остальных. Поэтому нужно это обращаться и точечно как-то работать по этим вопросам. Есть еще один вопрос, с ним тоже сталкиваюсь, люди обсуждают на форумах. Правда ли, что предстоит получить лицензию на пользование колодцем? Помимо всего вот того необходимого, что-то еще обсуждают? Нет, садоводам это не надо. Это вопрос стоял на уровне федерации. В Союзе садоводов в России обсуждались. На колодце лицензии не нужно. То, что даже некоторые садовые товарищи, у нас помимо колодцев, это физические люди, садоводы. У нас же есть некоторые садоводы, которые берут воду и скважины имеют, и колодца общего характера, и сами берут, и с РТШ. Мы налоги никакие не оплачиваем. Давайте попробуем еще один звонок. Очень быстро, очень мало времени. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и покороче сформулируйте, чтобы у нас было время ответить. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Сибирский садовод 9. 21 год назад нам выделили участки Трансмарш. 80 участков. 21 год. Мы не можем приватизировать. Мы обращались в том числе и к вам. Прошли все суды. И никто нам не может помочь. Это такая ситуация знакомая для вас. Ситуация очень знакомая. Валентина, спасибо огромное. Спасибо огромное за вопрос. Вы знаете, мне просто и жаль, и обидно. Я в этом году был в сибирском садоводе, и приходили они, и мы пытаемся юристами. Но знаете, кроме утешения на словах, ничего не сделаем. Ну, будем откровенны, может быть, в эфире нельзя говорить, но человек должен слышать. Ну, эти участки были изначально нарезаны на территории садового товарищества, и в то время, ну, просто, знаете, раздавали так хаотично. А сейчас, когда стал вопрос, эти земли, ну, будем откровенны, их просто нереально оформит собственность. Поэтому вот у них группа товарищей, вот у количества 80 человек, уже и юристы, и суды. Ну, чем помочь, я даже просто не знаю. Ну, понятно. Только посочувствую. Нас время к концу к жилю не подходит. Давайте, может быть, ответим на такой вопрос. Как вы считаете, почему нужно иметь дачу, для чего она нужна, если столько головных болей может возникнуть? Ну, за начала передачи мы говорим о том, что у нас садоводы достаточно взрослые, им нужно куда-то ехать, чем-то заниматься. Если все останутся в городе Омске, у нас будут возникать различные взгляды на жизнь, на политику, и в том числе. Поэтому занятие должно быть у человека, у каждого. Прежде всего, сейчас не каждый имеет возможность куда-то выехать за пределы, отдохнуть. У нас сейчас и дети отдыхают, у бабушек, дедушек. Ну, в том числе и экологически чистые продукты. От этого никуда мы не уйдем. Спасибо вам большое. Игорь Иванович, спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Но я думаю, у нас вопросов по дачным участкам будет в течение всего лета много еще. Да не только у нас прибавится, так что увидимся еще. Мы будем начинать, так что я благодарен, что вы отражаете часть общества нашего. Спасибо огромное. За все 300 тысячи. Всего доброго. До свидания. Ну что ж, мы выяснили в ходе нашей передачи, что с оформлением документов, конечно, можно не спешить. Но точно, как свидетельство, пример, который кто замедлит, промедлит, может оказаться в ситуации, когда вовсе не сможет оформить свои права на собственность. Мы, конечно, привыкли к тому, что дачные амнистии уже из года в год продляют, продляют, продляют. Но когда-то это закончится. И с каждым годом, ведь там же тоже изменяются требования, и они становятся более жесткими. Поэтому, ну, надо так надо. Единственное, что не завтра и не до полуночи. В конце концов, если начать завтра, то можно за летний сезон, пока растишь. А потом все поделать. Договориться с соседями. Вот уже знаю, что когда это делают сообща и вызывают кадастрового инженера, ну, вот на участок или несколько садоводов, это все равно и дешевле, и компактнее. А за много лет, говорят, садоводы в такое крепкое, сплоченное садоводческое братство превращаются. Так что надо решать сообща. В общем, ребята, смотрите сами, думайте сами. Книжки Чиполина об этом ведь и писалось. Ну, кстати, завершая тему, с которой мы начали, ведь там с чего все началось-то? Весь сырбор-то разгорелся. Ты помнишь, с чего начался? Ну, обидели папу. Нет, обидели, на самом деле, кума-тыкву, которого забрали домик. Нет, сначала папа, а потом тыкву. Ну, это было отдельно. В общем, весь шурум-бурум развернулся как раз вот с этого момента, когда кума-тыкву забрали домик, и все овощи, фрукты, вернее, овощи встали на защиту невинно потревоженного вот этого вот эскиписта, который хотел спрятаться в своем домике от всех невзгод. Оказалось, что нельзя спрятаться, но друзья его не бросили. Да, и домики свои, садоводы вы тоже не спрячете. Скоро залетает квадрокоптер, и все, всем станет видно. Мы сегодня спрашивали, у вас зачем же нам сегодня дача? И мнения такие очень близкие друг к другу. Но лидирует вариант, что все-таки для заработка и припасов. На втором месте для отдыха. И вот сегодня было меньше, кто считает, что дача это абуза. Но, тем не менее, они есть. Эти люди знают, что говорят, мне кажется. Ну, всякий труд, он немножечко в абузу, да? Вот опять же, вспоминая литературу нашу, да, в доме с мезонином у Чехова, что там художник говорит, что труд, он не облагораживает на самом деле человека. И вообще, труд, он добавляет цепь в жизнь человека. Но без труда все равно никак. И жизнь не та. И жизнь не та. В общем, как говорится, как говорили классики, труд сделал из обезьяны человека. Не знаю, зачем этот труд сделал такое с обезьяны. Теперь ученые доказали, что не совсем труд и не совсем из обезьяны. Но сути дела это не меняет. В общем, умение что-то делать, умение делать что-то с удовольствием, приносит радость нам. А когда радостно нам, то мы радость дарим всем окружающим. Как вот мы с Натальей, которые действительно с радостью ведут эту передачу для вас. С вами были Наталья Рогалева и Владимир Мотовкин, у которого пока нет дачи. Дорогие садоводы, соразмеряйте количество рассады, которые вы высаживаете, результат, который вы хотите получить. Берегите свои силы и хорошего вам дачного сезона. Веселитесь. С вами были Наталья Рогалева. Владимир Мотовкин. Берегите себя и хороших вам вечеров. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова